Вот британская армия и ставка делается на хитрость и подготовку высочайшего класса военных специалистов и современнейшую экипировку. Служить Ее Величеству престижно. Все мужчины голубых кровей обязательно проходят военную подготовку и не прячутся, как некоторые у нас за спинами отцов-политиков. Как умно воевать, беспощадно уничтожать и остаться при этом в живых, расскажет Оксана Кундеренко из Лондона. Special Air Service или сокращенно SAS – дедушка всех мировых антитеррористических подразделений. Элитный отряд численностью всего в тысячу человек создали еще во время Второй мировой. Несмотря на название, воюют парни не только в воздухе. Их конек – хитрая тактика проникновения на территорию врага, разведка и устранение противника изнутри. Сейчас в ряды спецподразделения такой конкурс, что на местном телевидении даже запустили реалити-шоу. Отбирают лучших из лучших. Они знают, как противостоять террору. Эти ребята прекрасно обучены и могут работать как за границей, так и у себя дома. Борцам с террористами пришлось повоевать и в центре Лондона. В 1980 год исламисты захватили посольство Ирана с 21 заложником. Людей начали расстреливать и в дело вступили СССР. Молниеносно бойцы спустились с крыши, выбили окна, проникли внутрь и обезвредили всех захватчиков. Потерь среди своих нет. На все про все ушло 17 минут. Вас выбрасывают неизвестно где. На вас ботинки, если повезет куртка и брюки. Есть приходится растения и охотятся на животных. Мы должны быть готовы ко всему. Этот ныне покойный ветеран, который руководил бойцами спецподразделения в посольстве, рассказывает о другой борьбе на Фолклендских островах. Тогда, в начале 80-х, САС провалил операцию Микада по уничтожению аргентинских ракет и самолетов. Десант высадили не в том месте и бойцы попросту заблудились. Сейчас, когда Фолкленды контролируются британцами, там расположены военные базы и учения проводят регулярно, чем страшно для аргентинцев. В еще одной заморской колонии, Гибралтаре, тоже все напоминает о британской военной мощи. А в случае напряжения, как, например, прошлым летом, на Тиренейский полуостров готов отправиться один из крупнейших в мире – британский флот. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности – британское бюро телеканала Интер.